Друзья, всем привет! Для названия ролика, думаю, многим понятно, о какой истории пойдет речь, а для вновь прибывших расскажу немного о себе. По профессии я являюсь водителем большегрузных автомобилей, проживая в Иркутской области, в восточной части Сибири. И из-за дних дней я решил устроиться в братскую компанию к одному очень интересному предпринимателю, Анютину Сергею Витальевичу, известной своей репутацией. И что из этого вышло, смотрите дальше ролик. Что произошло дальше? Да ничего хорошего. Пополучал пару месяцев зарплату, а далее остался без своих. Работал я с ноября 2021 года по начало апреля 2022 года. Возили мы лес по трем направлениям за это время. Сколько получается? 4 месяца работы. Вот. Сначала Игирма, потом Искут, далее Чуна и потом опять новая Игирма. Показывать более подробно не буду, так как ранее был снят целый ролик на эту тему. Можете ознакомиться здесь, либо ссылка будет также на этот ролик в описании. Скажу лишь одно, то что расценка у нас была 70 рублей пройденного пути за 1 километр в груженном состоянии. А зарплату мне выплачивали 1 месяц я проезжаю, второй месяц я проезжаю, он мне кидает это все частями. И на начало третьего месяца, он мне до начала третьего месяца должен был все выплатить. Но с марта месяца начались какие-то проблемы. Я ему скидываю посчитанную мной зарплату в марте месяца и он мне говорит, что я посчитал не по той расценке. Хотя ранее он мне оплачивал именно по 70 рублей. Говорит, якобы направление изменилось и что мне, как работнику, нужно интересоваться, что поменялось. А я спрашиваю, а какая же была расценка? А нету известности, какая была расценка. Просто я понял, что меня уже хотят кинуть. Думаю, ну ладно, посмотрим. Так мне он не дал информацию по этому поводу. Я подождал до апреля месяца, до, по-моему, 5-го числа 22-го года. Далее с ним связался, сказал, что пускай ребята выезжают, принимают машину. Как раз таки я уже был в Игирме на тот момент. Сделал один рейс там и оставил машину. Такая вот, ребята, сиклама. Ждем ребят, чтобы сдать машину. Потому что работали усердно. Работали с малыми косяками. Они у всех есть. Можно сказать, это рабочие моменты. Сдаем машину. Что у нас все странно. Ничего нигде не оторвано. Что инструменты в порядке. Колеса целы, не поменены. Эти листы у меня в папочке есть, когда я машину принимал. Вот. Пока ребята наедут. Потому что там смена будет. И механик. Приехали ребята. С новым водителем. Приняли у меня автомобиль. Бумажки мне никакие никто не давал подписывать. Да и вообще я работал, знаете, неофициально. Мне не договор. Ничего не предоставили. Сдав машину, я приехал домой. Попытался также связаться с Сергеем Анютиным. Но он уже перестал выходить на связь. Вообще никакого ни ответа, ни привета. По концове я уже приехал просто в город Братск. Это, наверное, была середина апреля. Он взял трубку на 15 секунд. Но в ответ только было молчание. Я уже понял, что я попал. Причем уже конкретно. На тот момент мне он должен был 700 тысяч рублей. Я просто, ребята, до ушей. Понимаете? Работаете вы усердно. Причем никаких особо у тебя косяков не было. Хотя, знаете, я когда изначально приехал в Эдирму. Еще когда устроился. Мне ребята сразу сказали, что там платят авансами. Как бы я этот вопрос утрез. Мне на второй месяц. Ну, на третье закрывали зарплату. До третьего. Все-таки... Все-таки как-то он маломальски да выплачивал. Просто это, видимо, был такой развод или что. Как бы какие люди у него там работают, да. У них, видать, определенные какие-то с ним договоренности. Как говорится, у каждого своя, да. Ну и что делая, да. Ни договора нету. Ничего. Есть только переписка. И в банк то, что зачислял работодатель мне средства. Написал бумагу, я пошел в инспекцию труда по городу Братску. Пришел туда. Сказал, вот такая-то ситуация. Меня вот в ваш кинул работодатель местный. Мне сказали, да, мы знаем такого. У нас, говорит, не первый раз он уже числится в наших каких-то делах. Давайте, говорит, мы ему позвоним. Я говорю, а что толку-то? Надо какую-то проверку сделать или что. Я говорю, ну звоните. Они позвонили ему, представили. Сказали, вот такая-то проблема. Он сказал, я перезвоню. И все, и кинул труп. Все развели плечами. Но я на этом не остановился. Я пошел в прокуратуру. Также написал заявление. Предоставил какие-то определенные доказательства. И спустя месяц мне только дан был ответ, что якобы я работал по гражданско-правовому договору. Ребята, момент. Гражданско-правовой и трудовые отношения. Это два разных момента. Если вы не знаете, что это такое, как бы изучайте. Это вам в дальнейшем все равно когда-то пригодится. Если работаете с такими предпринимателями, так назовем. Собственно, ровным счетом мне прокуратура дала отписку, что вот занимайся сам своим делом, иди в суд и так далее. Конечно же, я пошел в суд, записал ролик. При этом о случившемся. Это о котором я говорил ранее. Иски составлял сам изначально. Писал он, наверное, не знаю, недели две. Увез я составленный свой иск в город Братск. Он находится от меня в 200 километрах. И спустя неделю мне приходит он обратно, что якобы там какие-то неточности. Тогда я обратился к юристу. Первая попытка не увенчалась, да, успехом. Юрист составил мне по новой иск. И так же он мне пришел обратно. Опять была какая-то неточность. Мы отправили его еще раз. После этого он наконец-то прошел. И назначили судебное разбирательство. Это получается, в апреле месяце я ушел с работы. И только-только на сентябрь, если не ошибаюсь, месяц назначили судебное дело. Отпросившись с работы, я приехал опять в город Братск. Потому что суд у нас происходил там. Но никто не был готов к суду. И вообще, когда, знаете, я приехал. Секретарь там и еще какая-то девушка была, я не знаю, в должности. Удивились, что я вообще сюда явился. То бишь, может быть, они рассчитывали, что я вообще не появлюсь на суде. Кто его знает, как оно там вообще у них что-то происходило. Как бы я же не знаю. Я обычный парень, да. А тут работодатель, у которого там, грубо говоря, под 40 единиц техники, да. Ну, точности я никаких не знаю. Это все приблизительно. В общем, я был в шоке. Собрался и поехал домой. Заседание перенесли. Сказали по причине того, что заболела судья. Я говорю, ну как так-то? Вы же могли бы позвонить, я же не местный. А, точно, вы же у нас не местный. Спустя две недели у нас было второе судебное заседание. Я пришел со своим представителем. Представитель это была моя тетя, потому что денег у меня на тот момент особо на юриста не было. И чисто юрист составил иск. И я уже сам как-то боролся с этим. Читал какие-то статьи и прочее. В общем, на суде не было ни Анютина Сергея Витальевича, ни его представителя. Я рассказал суде, как все было. Рассказывал я, наверное, на протяжении двух часов. После того, как она позадавала вопросы определенного характера, точности, я не помню. Все потому что судебных заседаний у нас было около десяти порядка штук. И представьте, каждый раз надо мотаться. А судебное заседание у нас длилось почти год. Если точно, около десяти месяцев. Спустя две недели назначают третье судебное заседание. Я уже на нем не присутствовал, присутствовал мой представитель. И также уже, наконец-таки, на третьем судебном появился юрист Анютина Сергея Витальевича. И что они предоставляют? Предоставляют гражданско-правовой договор, который фигурировал в прокуратуре, наконец-таки. Только не оригинал, а копия. В суд нельзя предоставлять копии. Они вообще несущественно являются. Но судья их засчитала и их приняли. Что в договоре значилось? Означилось то, что 70 рублей мне платили, но свыше 250 километров, если расстояние было. До 250 мне платили 35. То бишь, тупо половина урезана. И порожний пробег около 20 рублей. Это просто фельдкинограмма-то, я так назову, была там предоставлена. Если взять договор, допустим, проехали вы 249 километров, и вам закрывает по 35 рублей за километр. То бишь, расценка в два раза. А если вы проехали 251, то по 70 рублей. Чисто как я понял, все выплаты, которые он мне производил, а производились они на банковскую карту, он подвел под тот пробег, который фигурировал в половине. То есть, те выплаты, которые он мне ранее начислял, он поделил пробег, общий пробег, допустим, 20 тысяч километров, если за все время проехал. Он пишет, что я проехал за это время 10 тысяч километров. И вот он мне все выплатил, и я ему еще и остался должен. Также он предоставил акты о выплатах, тоже с поддельной моей подписью, тоже копии соответствуют. Предоставляет возражение по иску, что якобы мой иск вообще несущественным, что вот я, что он якобы все суммы мне выплатил, вот у него все четенько, все хорошо, только пробег поделенный в два раза. Но это просто уже какая-то наглость. И при всем при этом, я еще ему должен остался якобы 30 тысяч. Следующим шагом я делаю ходатайство в суду, чтобы истребовали у работодателя подлинники, оригиналы гражданско-правового характера договора составлены на меня, и пять актов выполненных работ, чтобы провести почеркографическую экспертизу, потому что подпись там не моя стоит, и я это в любом разе бы доказал. Еще одно ходатайство, это истребование пробега у фирм, на которые мы работали, чтобы предоставили от места погрузки до места выгрузки расстояния. И третье, после суда я подаю в налоговую на данного работодателя, потому что я уже просто был в шоке от того, что на меня договора какие-то поддельные в суд пришли, пробег поделен два раза, я уже просто не знал, что мне делать. Потому что, ну, просто представьте в голове ситуацию, вы работали, у вас ничего не было, и тут на тебе это все всплывает и вываливается вот здесь. А налоговая хорошо, оказывается, сработала. Я же отправил туда все, как со мной произошло, всю историю рассказал и описал. И прикинул туда еще договора, которые на меня ликовые пришли в суду. Я даже думаю, пускай. Посмотрим, чем он там будет отчитываться и что делать. Почти сразу же на меня летит от Анютина иск, где сказано, что я убил машину и порча деловой репутации. Ну и, соответственно, еще там моралка и так далее. Того цена иска 690 тысяч рублей. Что там? Убил сцепление. Машина на автомате, да? Ну, ее можно порвать. Я позже этот момент расскажу. И на ролик, что у него простаивает 15 единиц техники, благодаря моему ролику. Ну, ссылка на него в описании есть. Так что, такая вот история, ребята. А что же с машиной-то получилось? Как-то получилось, что машину я сдал на целую, а потом она оказалась вдруг не целой и сломалась. Я написал своему коллеге, который просто меня работал на данном аппарате. Он мне сказал, Эрнест, это, говорит, все липа. Говорит, Вольва, да, была. Но это, говорит, Вольва не моя и не твоя была. Это, говорит, еще одна новая Вольва его. Ее, говорит, в гирме подорвало с горы. Он там летел. Ну, угруженный, это лес. Кто там знает эту профессию, тот понимает, о чем я говорю. А кто не понимает, смотрите все мои ролики. Поймете. Вот, его подрывает с горы. Он включает нейтралку. Машина на автомате. Новая, там, около 50 тысяч пробега, да. Сколько сейчас Вольвы стоит? 30 тысяч. Неудивительно, что там на 500 тысяч только сцепление это вышло. И все. Дальше машина останавливается. Благо он ее там не опрокинул. Тоже пятистычки там, кстати, были. Ну, если я ранее это не говорил, пятистычки на пятистычках мы возили. Все останавливается. У него не скорости течет. Короче, не тыкаются. Все в нейтралку ушло. Видать, что-то там в коробке у него разорвало. Ну, не в коробке, а сцепление и так далее выяснилось. Отправляют туда моего коллегу. На него перегружают, ну, на мою машину, на которой я ранее работал. Лес. И он уезжает. А на меня следом переделываются документы. И мне предъявляется иск. Самое интересное, они в документах даже не изменили пробег. То бишь, он на новой машине был там 50 тысяч, а у меня уже на тот момент 100 тысяч. И так он и остался 50 тысяч. Типа, он даже идентификационный номер не изменили. То бишь, это вообще запугать меня, они так решили, или настолько наивные, я честно не понимаю. Как бы мы прем дальше. За нами правда. В следующем судебном заседании ко мне подходит юрист Анюкин и Сергей. И говорит, Эрнест, парень ты, говорит, молодой, зачем, говорит, тебе эти проблемы, суды и прочее. Сейчас, говорит, на тебя иск, что ты машину разбил. Это все, типа, докажется у тебя, типа, гражданско-правовые отношения были. У тебя не трудовые отношения были. Я говорю, ну это мы еще посмотрим, какие у нас были отношения. Я говорю, а то, что вот на меня вот этот иск летит, это полная липа. И так вообще не делается. Работал, я говорю, честно, порядочно. А тут на меня еще и иск прилетает. Я говорю, я просто хочу вернуть свои деньги. Пускай они вернут деньги, и там уже посмотрим. Эрнест, ну, говорит, смотри, такое тебе предложение. Удаляй, говорит, ролик, закрываем судебное дело, и Анюкин Сергей за тебя платит налоги около 250 тысяч, по-моему. Я говорю, ну нет, так точно не пойдет. Ну и прем дальше. Магенты суда проходят около 7-8 месяцев. Суть сильно затягивается. Я до сих пор не понимаю, на чьей стороне суд. И как бы много различных факторов, что со стороны ответчика, что со стороны меня. И они как бы разнятся. И надо судье в этом всем разобраться. Я думаю, все-таки она понимает. Но суд не может просто так признать. Он опирается чисто на факты. На бумажку, так скажем. Без бумажки ты никто, да? Но это не совсем так. Приходят, наконец-таки, с фирм пробеги. Реальные пробеги, которые были между пунктом погрузки и местом выгрузки. Судья это все видит. И понимает, что мой пробег более чем реальный. С небольшим только отклонением. Допустим, у меня там плюс 5 километров. Потому что фирма одно считает, а по одометру автомобиля это получается другое. Ну, такое бывает. И в этом ничего страшного нет. Она понимает, что, где и как. Только она не может это все взять и сказать. Вот, держи деньги. Ты прав. Такого не бывает. Судья просит, чтобы я писал уточнение по иску. Там какая-то неточность была. Там, допустим, причина увольнения там и так далее. Ну и сумму опять там я подвел. Но у нас несколько раз суд откладывается. Как я пишу уточнение по иску, суд должен отложиться для рассмотрения. Дело, в общем, так и таки сначала начинается. Ну, ладно, в этом не суть важна. Вот, судный день достал. Решение суда. Большая кипа бумаг на столе. Кутевые листы там и прочее. Вот такая серьезная была кипа. Судья, я думаю, сама была в шоке от такого. И перед судебным заседанием ко мне подходит юрист Анютин. Ильтернес, получал ли ты от нас уже иск настоящий? Тогда же была какая-то предсудебная претензия. Я говорю, нет, не получал. Дипа, ну давай, может, что там закончим все-таки. Я говорю, нет. Идем до конца и посмотрим, что у нас будет с решением. Заходим во в комнату, говорим свои слова. Что я считаю, что я вот прав. Ну, это называется прение. Она говорит тоже, юрист, свои какие-то слова, что нет. Он там не прав. Что вот у нас типа был гражданско-правовые отношения. А не какие-то трудовые, как считает истец, истец, стоя. И суд удаляется в комнату для принятия решения. В 10 минут судебное заседание снова объявляется открытым. И судья выносит решение. Иск удовлетворяет частично. То бишь не сошлись только по зарплате, по выплате вне. Трудовые отношения она признает. Что это трудовые, хоть и ответчик предоставлял гражданско-правовой договор. Подлинников он так и не предоставил. Заявлял, что якобы он их увез в налоговую по Краснодарскому краю. Суд у нас в Иркутской области. По выплате заработной плате судья взяла статистику зарплаты водителям грузовой техники по Иркутской области. Там зарплата составляет 60 или 65 тысяч рублей. И из этого она вынесла решение, что я якобы получал по 65 тысяч или по 60 месяц, точно я не помню. Также за невыплату заработной платы, мне там какие-то проценты тоже падают, за неиспользованный отпуск. И моральная компенсация заявленного мной 50 тысяч, всего присваивается мне 5 тысяч рублей. Подведем, ребята, итоги. Какой вывод стоит сделать из этой ситуации? А то, что нужно бороться и никогда не стоять на месте. Юристы не верили в мой иск. Обещали, надо доказать трудовые отношения. Были сомнения по этому поводу. Но мы все равно стояли на своем и шли. Также после первого выхода ролика на эту тему, мне начали писать люди, что у тебя не получится оставить в покое, и еще свое заработаешь. Мы их тоже далеко подальше отправили и сказали, что мы боремся и не остановимся. Неизвестно, правда, с какой стороны эти люди были, но мы их оставим в покое. Я уже, знаете, шел не за деньгами, как изначально, а шел за свою правоту. Потому что, как начались качели в суде, это где-то спустя 4 месяца договора, диски на меня летели, я уже понял, что мне деньги так таковы, особо эти не нужны. Мне надо доказать, что я прав в этой ситуации. И не нужно останавливаться. Вот я считаю, что я прав. Я игнул свое влияние. И также Сергей погнет свое влияние, он думает, что он прав. Но я скажу одно, правды так таковой не существует. У каждого она своя. А в какую верить, в первую очередь решать вам. Не попадайтесь, если улетели, решайте и не останавливайтесь. Если закурю, то потушу, а в твое сердце, да ладно, давлю, спонсор твоих проблем, я, да, мой вклад, твой стресс, а, топовый инвест, а, пробуй мертвец, а, мертвец, а, мертвец, а, мертвец, а, мертвец, а, мертвец, а, мертвец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!